Приветствую вас, не вдаваясь в общем и целом в подробности того, откуда вам стало известно, что звонил вам именно ваш молодой человек, полагаю, вы в этом уверены, раз говорите об этом нам. Я, значит, не вдаваясь в подробности, хочу сказать так. Мужчина, скорее всего, желал вам напомнить о себе. Скорее всего, он собирался что-то сказать вам, что-то важное, что-то такое. Волнительное для него, он хотел это сказать, но, к сожалению, не смог. То есть, у него не получилось найти в себе силы озвучить то, что он сказал. То, что он хотел сказать, ваше обращение. Так же, вполне возможно, но обычно я просто хотел услышать ваш голос. Он хотел услышать ваш голос, хотел услышать, что с вами все в порядке, что с вами все хорошо. И, может быть, после он позвонит еще, и уже тогда скажет то, что хотел. Значит, Атлас, он, вероятнее всего, ждал некого такого ответа. Ответа на свой вопрос. Атлас, он ждал того, чтобы вы дали ему понять, чтобы вы дали ему понять, что вы расположены к нему. Чтобы вы дали ему понять, что вы, условно говоря, настроены на то, чтобы принять его. И, от вас он ожидал некого такого располагающего отношения к себе. Видимо, он его не получил, потому что в трассивном случае, как-то он начал бы все-таки что-то вам говорить. Так же, он хотел показать вам, что помнит вас, что не забыл, что до сих пор вы его волнуете, что до сих пор он помнит вас, что до сих пор, возможно, испытывает к вам какие-то чувства. Вот, но то, из-за чего вы расстались, не дает ему открыто их проявить. И он, находясь на таком вот перепуте, не знает, что делать, а просто-напросто позвонил вам, наверное, в корыбе. В чувстве. Если вы уверены, что это именно ваш молодой человек, то я бы рекомендовал вам ему написать смс. О том, что вы поняли, кто это, о том, что вы помните его, и о том, что вы не против с ним поговорить. Если, конечно, это действительно так. Если вы не хотите с ним разговаривать, или если вы не желаете видеть его вообще, то тогда, конечно, не стоит писать смс, и не стоит в следующий раз отвечать на его звонок, дабы не давать человеку ложечную надежду. Кроме того, хочу заметить, что если человек на протяжении года, ну, вроде как бы, вас он не забыл, ведь получается, если он вас не забыл, но при этом не может решиться на то, чтобы вам сказать что-то, значит, кроме неуверенности в себе, у него есть еще и, ну, достаточно сильная нуждаемость в вас, если это для него так сильно много значит. А нуждаемость в вас порождает зависимость от вас же. И это значит, что молодой человек вполне возможно от вас зависит. И если так, то в контексте отношений с вами он в основном думает только о себе. Простите, если вам это неприятно. Понимаю, что вы, наверное, не хотели бы это слышать, хотели бы слышать что-то другое, но, как говорится, вынужден сказать вам все то, что есть, дабы избежать каких-то негативных последствий для вас, дабы расстрелить ситуацию максимально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нет, никакие вопросы остались. Обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.